Прошедшую субботу стартовал областной марафон молодых избирателей «Ледяной улей». В Уварве этому событию также было посвящено мероприятие, участники которого встретились на хоккейной коробке у Дворца культуры «Дружба». Организатором этого марафона выступила избирательная комиссия Тамбовской области при поддержке управления физической культурой и спорта и развития туризма в Тамбовской области. Сегодня мы хотели бы собрать здесь всех молодых избирателей, которые смогли бы узнать о своих правах, о том, что они могут быть полноценными членами нашего государства, когда смогут отдать свой голос за того или иного кандидата. Но так как выборы у нас еще, первый выбор в 2015 году, мы просто хотели бы провести такой сегодня молодежный праздник на катке. Роман и Кирилл пришли в выходной день просто покататься на коньках. Что такое выборы и для чего они нужны, приятели пока имеют смутные представления. «Выбиратели отмечают галочкой и бросают в коробку, в корзину. И вот потом они, суди, подсчитывают голоса и объявляют победителем, кто стал президентом Российской Федерации». «А ты был хоть раз на избирательном участке?» «Нет. Мне очень хотелось бы». «А ты не знаешь, что должен знать молодой избиратель?» «Нет». «А вот что ты вообще знаешь про выборы?» «Знаю то, что Путин президент еще». Открывая мероприятие, члены молодежного парламента дают ребятам первое знание. Рассказывают о той особой роли, которую играет каждый человек в судьбе своей страны. «Высшая форма непосредственного выражения власти народа референдум или свободные выборы. Боле народа, выраженное на выборах, позволяет осуществить демократическую организацию власти в Российской Федерации». Поздравляя собравшихся, заместитель главы города Валентин Кобзарь отмечает, что проблема участия молодежи в выборах является на сегодняшний день одной из самых актуальных, потому что данная возрастная группа представляет собой наиболее социально активную часть населения. «Сегодня здесь собрались те, за кем будущее нашей страны. Сегодня вам 10, я не знаю меньше, 5, 12, 17, 17, 18 лет. Но в ближайшем будущем именно вы станете опорой нашего государства. С теми людьми, которые будут учить детей в школах, лечить людей в больницах, вы нашли какие-то политические планы, планы развития нашей страны. И на 2 зависит, какое будущее будет в нашей Российской Федерации. На мой день кумбиниры наших будущих избирателей. Поздравляю вас, заходите к нам! Все мы с нами, участники сегодняшнего праздника. Подарки ожидали и самых активных участников праздника. Для гостей приготовили спортивно-развлекательную программу с играми и конкурсами. Впервые в нашем городе прошла зажигательная дискотека на льду. В завершение состоялся товарищеский матч по хоккею между командами лицея имени Данилова и кадетского корпуса имени святого Георгия Победоносца. Таким образом, основной целью мероприятия стало не только повышение уровня правовой культуры молодежи, но и популяризация здорового образа жизни. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, НашГород.